Анна Николаевна, Сургут сегодня готовится к старту приемной кампании в школы и уже звучат такие предварительные прогнозы, которые безусловно оценены на анализе. Количество дошколят в микрорайонах в Сургуте. В этом году впервые за парты сядут более 7 тысяч. Ребят, новый рекорд будем ставить. Вот поэтому распределяется на два потока прием заявлений, что слишком много на одну дату или есть какие-то другие причины? Действительно, цифры ожидаемые. Прогноз мы обязательно составляем на каждый год. Понимаем выпуск из дошкольных учреждений, оцениваем миграционные процессы. И пока это действительно прогнозная цифра, чуть более 7 тысяч. И на нее мы прежде всего ориентируемся, проектируя количество классов, комплектов, каждая из школ. Но два этапа связаны не с численностью, а это предусмотрено порядком приема на программу начального основного среднего общего образования. Порядок утвержден в Министерстве просвещения. И мы стартуем в Сургуте с 29 марта приема документов. И хотела как раз обратить внимание, что здесь логика распределения на два потока связана с тем, что первый поток принимаются дети, которые зарегистрированы по месту жительства и прикреплены к этой территории. Напомню, есть обязательно закрепление образовательных организаций за определенной территорией. А второй поток уже, он начинается 6 июля. Это для тех желающих, кто не по месту жительства при наличии свободных мест, либо не имел на момент приема в первый этап еще документов о регистрации. Соответственно, распределение потоков именно определено таким образом. И есть учреждения образования, которые не зависят от местонахождения в том или ином районе города. Да, за этими образовательными учреждениями закреплены все микрорайоны. Традиционно гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов. Но уже несколько лет в городе практикуется закрепление за микрорайоном нескольких образовательных учреждений для удобства родителей. И в случае, если они не попали в одно из учреждений из этого списка, естественно, они могут претендовать еще на ту образовательную организацию, которая прикреплена к их месту жительства. Вы упомянули, Анна Николаевна, что исходя из прогнозной цифры, сейчас уже идет такое предварительное формирование классов в каждой школе. И родители в комментариях под новостью о старте зачисления малышей в первые классы тоже спрашивают, куда мы сможем разместить такое количество первоклассников. Нет ли сложностей с пониманием этого момента, не придется ли, может быть, перепрофилировать кабинеты, одно назначение менять на другое, чтобы дети могли комфортно учиться? На сегодня предусмотрено создание 262 классов первых, исходя пока из прогнозной численности. И, конечно, ежегодно, планируя сеть первых классов, учитываем и число детей, проживающих на данной территории, и, конечно, обязательно учитываем достаточность мест в этих образовательных организациях. То, что все пойдут в первый класс и все будут учиться, в этом сомнения нет. Для этого не просто проведен анализ, а предусмотрены необходимые кабинеты, ревизия проведена. Это мы делаем каждый год. И по мере необходимости, затем от фактической численности детей, конечно, где это позволяет возможности, корректируем количество классов, либо перенаправляем потоки. И, действительно, у нас есть ряд микрорайонов, в которых существующие образовательные организации пока не обладают тем количеством мест, которое, по прогнозу, нужно на сегодня. И такую картину мы с вами наблюдали в прошлом году в девятой школе, когда было открыто рекордное для Сургута число первых классов 30. Это как раз вот и есть те микрорайоны, которые сегодня наиболее нуждаются в образовательных организациях. 41-й, 42-й, 44-й, 45-й, 38-й, 39-й. И, исходя из анализа, конечно, и поступают к нам тоже обращения родители. И, действительно, решаться задача организации обучения будет в том числе и с помощью подвоза в ряд учреждений 15-ю, 20-ю, 32-ю школы. Но, как и это было в предыдущие годы, когда там не было вот этого корпуса начальной школы на 550 мест, она решалась аналогично. Но, опять же, мы родителям разъясняли, что по факту появления образовательной организации в этом микрорайоне, в одном из этих микрорайонов, и так и случилось. Слово сдержали. Как только было это здание открыто, те ребята, которые были на подвозе, тоже в 20-й, в 29-й школе, они пошли уже в эту школу, во вторую смену, во вторые, в третьи классы. И сейчас тоже хочу обратиться к тем родителям, которые сейчас 29 марта начнут подавать заявления в первый класс. Действительно, в какой-то период понадобится набраться терпения, и вот будет именно так организовано обучение. Но это специализированные автобусы с сопровождающими, со всеми соответствующими требованиями по безопасности. Но по факту появления учреждения образовательного, его завершения строительства, конечно, максимально постараемся перевести уже по месту жительства. Мы говорим с вами о школе в 42-м микрорайоне, да? Ну, это ближайший объект, который очень динамично строится, и, конечно, очень ожидаемый объект, что позволит решить задачу, конечно, реализации программы, обучения детей, конечно, в шаговой доступности по месту жительства. Не нужно ждать. Я правильно понимаю, 1 сентября. Вот закончены все необходимые оформленные документы, помыты кабинеты, поставлены парты, стулья, и учителями укомплектованы, что немаловажно. И все, можно детей, в принципе, с любой четверти переводить. Вы имеете в виду после ввода образовательной организации? Но это будет сделано, организовано, поскольку классы сразу и комплектуются по месту жительства и по подвозу, и будет сформирован подвоз именно из конкретных микрорайонов для того, чтобы организованную эту работу потом и провести. Так, еще раз подчеркну, именно таким образом классы были укомплектованы до ввода объекта в 39 микрорайоне, еще одного из корпусов 9-й школы, после ввода объекта классами. Но если кто-то из родителей на тот момент принял решение продолжить обучение уже в том учреждении, в котором им уже понравилось, некоторые приняли такое решение. Поэтому это, конечно, затем будет уже предлагаться родителям и обсуждаться. Ну, пока одни готовятся, только в школу пойти, да, уже, наверное, потихоньку задумываются, какие будут ранцы, какие банты будут. Кто-то такой на финальный этап выходит, очень важный в жизни, очень ответственный, государственная итоговая аттестация называется. О девятиклассниках хотела сначала спросить. ОГЭ, сколько у нас выпускников девятых классов в этом году будут писать экзамены? Ну, и сразу по самым популярным предметам. Есть ли какие-то сюрпризы в этом отношении? Ну, что касается числа девятиклассников, как и в целом тенденции по числу школьников в городе Сурготия, их тоже число увеличивается. 4733 девятиклассника. И для этого мы создаем 18 пунктов проведения экзамена. Что касается обязательности, ничего не изменилось. Русский язык и математика. Ну, и, конечно, для ребят предметы по выбору. Интересно, что есть предметы, которые совпадают и в девятом и одиннадцатом классе, как предмет общества знания. Он в числе лидеров и у девятиклассников. Ну, и затем у девятиклассников приоритеты информатика и география. То в одиннадцатом классе там уже последовательность предметов меняется и больше всё-таки связано с поступлением в высшие учебные заведения. Скажем, таких сюрпризов больше особенных нет. А вот задачи перед организаторами повышаются всё время требования к технической оснащённости, к организационным вопросам. Ну, очень интенсивно готовимся и понимаем, что такой вот важный этап для ребят. И поэтому такая подготовка, она сразу начинается с первого сентября. Точнее, вообще с момента обучения в школе, потому что это, конечно, такой период подтверждения знаний, получения документа об образовании. Поэтому серьёзный этап, но всегда в этом отношении стараемся и к родителям обращаться, чтобы они поддерживали ребят для такой серьёзный период испытаний и знаний. А есть ли какая-то статистика, сколько девятиклассников продолжают обучение в школе? Ведь они имеют право уйти в среднеспециальное учебное заведение по рабочим профессиям. Ну, вообще составляющая такая очень важная предпрофильная подготовка, которая ориентирует ребят на продолжение образования, на выбор своей траектории обучения. И, конечно, она завершается таким анкетированием ребят, где они видят продолжение своего образования и по профилю обучения, и по некоторым колледжам, техникумам выбирают. Ряд ребят сразу ориентированы на десятый класс. Но и статистика опроса ни разу ещё не совпала с фактом того, что получается, кто идёт в десятый класс. Ну, примерно такое соотношение, что где-то 51-52% сразу говорят о своём намерении, желании продолжить в десятом классе. Ну и, соответственно, где-то чуть менее 50% в зависимости от выбора говорят о желании поступить в колледж, техникум, пробуют свои силы. Надо отдать должное, что в последние годы очень высокий проходной балл в учреждении среднепрофессионального образования. Кто-то пробует, возвращается потом в десятый класс, успешно справляется. Ну, в среднем где-то 30-35% из тех ребят, кто поступает в учреждение профессионального образования после девяти классов. Остальные, конечно, определяются в десятый класс, очень многие именно в профильные классы, связывая это с такой системной подготовкой для продолжения образования уже в учреждениях профессионального образования, высшего профессионального образования. Ну, это одиннадцатый класс. Им, наверное, чуть более нервно, чем девятым классам. Посерьёзнее, да, здесь единый государственный экзамен, напрямую зависит их поступление. Потом в вузы здесь, ведь по предметам по выбору, в принципе, можно понимать, какие специальности, да, выбирают одиннадцатиклассники, выпускники на будущее. Последние годы, если мне не изменяет память, помимо общества знания, это были химия, биология, это говорило о том, что у нас много будущих медиков. Поменялась ли картина в 2023 году? Ну, сейчас по тому выбору, который уже изучили, сформировали наши выпускники. Ну, во-первых, их более двух с половиной тысяч. Это тоже рост, о чём я уже сегодня говорила. Но ещё очень важный показатель, кто выбирает профильную математику, поскольку это связано с инженерными специальностями и медицинскими, то, о чём вы тоже сказали. Ну, и, конечно, в лидерах всегда общество знания, как, ну, это порядка где-то 40% выбор выпускников. Но и тенденции по химии, физике, биологии, истории и иностранным языкам, это порядка где-то 12-13% по каждому из этих предметов, они сохраняются, потому что это как раз вот выбор медицинских специальностей, выбор инженерной специальности. Но и важно, я говорила об этом вот по девятиклассникам, информатика, конечно, приобретает такую высокую популярность, и это как раз вот почти 24% как раз подтверждает те приоритеты, которые сегодня в профессиональных сферах во всех, да, наличие и знания информационных технологий, но и ряд новых специальностей, на которые ребята ориентируются, связанные с, конечно, с искусственным интеллектом, и с IT-технологиями, да, и поэтому это тоже вот показатель тех приоритетов, которые выбирают наши ребята для продолжения образования. В прошлом году впервые китайский язык сдавали, помнится мне, три человека. В этом году будут сдавать китайский язык? Нет, вот как особенность этого года заявок на китайский язык в этом году нет. Иностранные языки, английский и немецкий заявлены. Жаль. Ну, да, нам было тоже интересно такой опыт и практику, да, вот ребята смело заявили о готовности сдавать и китайский язык. А чем-то отличается процедура ЕГЭ в этом году от предыдущих лет? Ещё раз вот отмечаю, что в большей степени всё связано с технологизацией, с отсутствием вообще бумажных носителей, дисков, то есть всё максимально связано вот с интернет-технологиями, IT-технологиями, поэтому это вот больше изменение самой технологии. Требования к знаниям и к материалам, они существенно не изменились. Если говорить о технологиях, интернете, то вот хотелось бы на дополнительное образование перейти, ведь не только основное сейчас здесь, да, но и на кружки, лективы, секции тоже очень много выбирают ребят сегодня чего-то, что связано с IT, робототехникой, разработкой каких-то собственных программных продуктов, решений, какой у нас процент детей сегодня вообще занят дополнительным образованием. И именно интернет-сфера, и техническая сфера, какое вот место занимают во всей структуре? Ну, если говорить об общей статистике, то в возрасте от 5 до 17 лет дополнительным образованием у нас охвачены 72 тысячи ребят. Это, конечно, очень высокий процент, и надо отметить, что многие ребята занимаются и не по одному направлению. И что радует, это, конечно, результат той политики, которая много лет реализуется в округе и городе, связанная именно с технической направленностью. По практически 40 процентов, это более 29 тысяч, это ребята, которые занимаются программами дополнительного образования технической и естественно-научной направленности. Точно это связано, и основа для таких возможностей, для ребят, это те школьные технопарки, наш кванторим, IT-куб, и даже условия, которые связаны в дошкольных образовательных учреждениях уже много лет, связанные с робототехникой. И именно такая планомерная работа по созданию этих условий даёт возможность таких равных стартовых, во-первых, возможностей, и уж точно и для талантливых, и для начинающих ребят в освоении этих программ двигаться. И закономерно, что появление, например, национальной технологической олимпиады позволило сразу нашим ребятам дойти до заключительного этапа и стать победителями, призёрами. Я уже сегодня искусственный интеллект упоминала, и ещё такое интересное направление, вот Криницына Ксения, гимназия-лаборатория Салахова, у неё тема связана с цифровыми технологиями в архитектуре. То есть вот дети наши на основе имеющейся базы, возможностей, как раз вот сочетания и школьных технопарков, и основного образования с дополнительным в образовательных учреждениях, система дополнительного образования, она в городе достаточно масштабно представлена. Программы доп. образования реализуются в 111 организациях. И это, конечно, колоссальные возможности, что и даёт и охват обеспечить, и при этом участвовать уже в мероприятиях российского уровня, и побеждать, и конкурировать с столичными школами и представителями разных субъектов. Такая закономерная любовь к современным технологиям наверняка накладывает отпечаток и на досуге, не только на доп. образовании, несмотря на то, что вот весенние каникулы сейчас, они короткие. А вот наверняка уже плотно идёт подготовка к летнему досугу. Он у нас в городе всегда очень широко представлен. Абсолютно разные направления. Будет ли умные каникулы где-то проводить? Наверное, вот так спрашиваю. Ну, скажу, что и весенние, и летние каникулы, и прогноз на осенние каникулы, как вы справедливо заметили, будет представлен разными направлениями, разными формами. Новое такое направление в этом году в рамках выездного именно весеннего отдыха в Челябинской области будет, например, такие умные каникулы в формате архитектурного слёта, где ребята будут проектировать модели, создавать свои там варианты. То есть это действительно такая уже практика, сложившаяся использовать каникулы как возможность непрерывного развития и новых знаний. Косменно деятельности, да, получается? Да, да, да. Что касается летних каникул, действительно, к ним готовимся серьёзно. 63 будет оздоровительных организаций на территории города в летний период работать. Традиционно это и образовательные организации, учреждения культуры, учреждения спорта, 4 государственных организаций. Планируем на территории города предложить вот такой отдых вариативный, более чем для 8 тысяч наших юных сургутян. И хочу отметить, что и там будут и образовательные интенсивы, и патриотическая, и краеведческая направленности. Интересно, что и в весенние, и в летние каникулы запланирована вот модуль трёхратных полей. И что интересно, вот на летние каникулы, кроме традиционных наших направлений, любимых, которые востребованы, Краснодарский край, это более 1300 путёвок. Да, сразу хочу сказать, что более 2500 – это только то, что в рамках контракта оператором отдыха, который является департамент образования выездного. Но это более чем на тысячу больше выездной отдых, чем в прошлом году. И это новые ещё возможности для желающих направить ребят на отдых. Но и из традиционных направлений – это Тюменская область и Башкортостан. А вот из новых направлений, которые будут предложены, ну вот в том же Краснодарском крае впервые ребята будут участвовать в палаточном лагере юно-армейского движения. Но палаточный лагерь мы в своё время проводили, но здесь, на территории города, в Сибирском легионе. А вот сейчас вот такое выездное и достаточно такое вот интересное направление. Но и для наших активных участников трёхратных полей есть специализированная смена, музей Бородино её организует. Вот для 20 наших ребят пришло приглашение. То есть это вот как результат их активного участия в реализации такого проекта. Но и уже сказала, что среди двух таких новых направлений, которые будут предложены, это Челябинская, Свердловская область, да, постоянно ищем новые форматы, новые направления. Ну и стараемся реагировать на пожелания родителей. Многие не рассматривают там далеко, чтобы дети уезжали, хотели бы где-то территориально. Вот поэтому вот в целом, ну, значительная часть из этих двух с половиной тысяч, это, конечно, летний отдых. Ну, вот такие интересные проекты, программы, направления, которые будут предложены. Ну и традиционно, в чём ещё участвуют наши ребята, это отдых по наградным путёвкам. Ну, это конкурсная ситуация, да. И поэтому, ну, наши ребята всегда с удовольствием участвуют. Это и в области культуры, и спорта, и образования. Поэтому пока всё будет зависеть от активности наших ребят, и тут вот квоты нет. Кто своими знаниями, активностью, достижениями подтвердит, тот будет выезжать. Ну, вот если кратко по направлениям и по готовности, единственное, на что хотела ещё обратить внимание наших родителей, приём заявлений стартовал с 1 марта. На сегодня ещё есть возможность подать эти заявления, ещё есть свободные места, поэтому кто ещё не успел или сомневался в принятии такого решения, такая возможность ещё есть. Поэтому порядок и вообще все особенности организации отдыха, они у нас есть на странице администрации города, в разделе «Отдых». И поэтому там всю информацию необходимо, можно получить. Интересно. Вот сейчас ребята еженедельно поднимают флаг Российской Федерации в школах, да. Они слушают, поют гимн, идут уроки мужества, идут разговоры о важном. Такой патриотический момент, он будет соблюдён во время летних каникул. Я имею в виду повсеместно. И понятно, что палаточный лагерь юно-армейского движения, он просто пропитан. По содержанию. Да, по содержанию своему, там пропитан духом патриотизма. А если мы говорим о пришкольных лагерях, например? Ну, этот процесс точно нельзя останавливать, и это важная составляющая. Более того, хочу сказать, что, ну вот я уже говорила о том, что три ратных поля, как модули, он, как практика, в прошлом году опробированный, будет продолжен в наших лагерях. И ещё хочу отметить такую особенность. Движение первых. Вот буквально 15 февраля было открытие, создание пяти первых организаций. Сегодня ещё 12 стартовали. И вообще планируем достичь этой цифры по инициативе и по намерениям образовательных организаций, о чём они сообщили, ну, порядка ещё 60 организаций. Но и самодеятельность этих организаций, она, собственно, и заявлена как ценности жизни, достоинства, родина, служения и разные направления. Все важные ценности, и культурные, и наши общечеловеческие. И поэтому ещё и через деятельность общественных организаций, вот этих направлений и деятельностей, это тоже продолжение процесса воспитания наших юных граждан, действительно настоящих патриотов своей Родины. Тоже очень замечательный момент. Более 140 миллионов рублей получат учреждения культуры в этом году на обновление материально-технической базы, на ремонт. Никогда не помню я лично. Может, и было, но я не помню. Чтобы такие средства выделяли на реновацию учреждений культуры. Анна Николаевна, благодаря чему получение такого финансирования стало возможным и чем смогут похвастать наши учреждения культуры? Очень важно отметить, что национальный проект культуры, равно как и национальным проектам образования, всё, что связано с демографией, со спортом, условия участия в проектах, в конкурсных процедурах, когда идёт консолидация средств региона, муниципалитета и федеральных средств. И город очень активно подавал заявки. И очень важно, что правительством округа поддержаны эти инициативы, эти предложения по участию в направлениях. И вот та сумма, о которой вы сказали сейчас, Дарья, она как раз связана с тем, что подавали заявки, и эти заявки были поддержаны в том числе и регионам в большей степени. Это дало возможность привлечь такие средства на развитие отрасли культуры. И причём не только на ремонт, а продолжение улучшения материально-технической базы школ искусств. Ну, такое вот крупное поступление, порядка где-то 13 миллионов, было в 2019 году, когда три школы искусств получили инструменты. Это было, конечно, колоссальное такое вот вложение в развитии материально-технической базы. И вот в этом году, в 2023-м, ещё три школы искусств. У нас детская школа искусств номер 2, детская хореографическая школа и детская художественная школа имени Горды получают 37 миллионов на обновление материально-технической базы. Это и инструменты, это и необходимые пособия, и другая материально-техническая база для реализации программ дополнительного образования. И это как раз вот очень важная такая вот составляющая изменения условий реализации программ и действительно создания их высокого качества. Но это одно из направлений, где вот такое колоссальное финансовое вложение в развитие материально-технической базы. Но вы уже упомянули модернизацию развития инфраструктуры. Это тоже такая вот заявочная кампания. И было предложено к участию вот наше здание, музейный центр по адресу 30 лет победы, где размещаются у нас два наших музея, краеведческий и художественный. И это более 40 миллионов. Ещё раз подчеркну, что вся эта сумма складывается из трёх источников. Федеральный, региональный и муниципальный. И второй объект в этой заявке – это наша знаменитая купеческая усадьба, дом купца Клепикова. И мы этапно уже там проводили ремонтные работы, теперь вот подошло время фасада. И это вот второе направление в инфраструктуре. Но и очень важное такое направление – это развитие библиотечного дела. И здесь порядка двух с половиной миллионов направлено на приобретение нового книжного фонда. Есть ещё такое направление, как техническое оснащение театровый. Там поддержку чуть более 700 тысяч получает театр «Петрушка». Но и, конечно, самая внушительная сумма во всей той, которую вы озвучили, которую в рамках национального проекта «Культура» получил город – это, конечно, создание школы креативных индустрий. Вот тут поподробнее очень хочется. Что это за школа? Чем она будет заниматься? И где она будет находиться? Когда мы сможем в ней побывать? Интересно очень. Само открытие школы креативных индустрий запланировано на сентябрь. В чём особенность была заявки? И в чём особенности этой школы креативных индустрий? В структуре школы разные студии. Но и, по сути, это ваши будущие коллеги, поскольку мы заявили такое направление, как звукорежиссура, фото- и видеопроизводство, всё, что связано с анимацией 3D-графикой, и всё, что связано с информационными, интерактивными цифровыми технологиями, дополненная реальность, виртуальная реальность. И когда размышляли с коллегами, где логично разместить эту школу, то приняли решение, что она будет в здании технополиса на рабочий, поскольку у нас там IT-куб. И очень важно объединить эти ресурсы для того, чтобы всё, что касается цифровых технологий, там тоже созданы свои студии, можно эффективно использовать эти ресурсы. В чём особенность именно школы креативных индустрий? Они создаются именно при школах искусств. Это первое. Но важно, что здесь объединяются ресурсы. Вот саму заявку у нас готовила не просто детская школа искусств номер один, а совместно с филармонией, которой нужны звукорежиссуры в будущем. И мы, как я уже сказала, планируем привлечь и ресурсы технополиса, и нашей арт-резиденции. Поэтому смысл и задача в чём? Набираются ребята в эту школу. Я вот съездила и посмотрела первую школу, созданную у нас в регионе в Ханты-Мансийске. И, конечно, впечатляет, когда я зашла именно в студию фото- и видеопроизводства, почему сказала, что, возможно, ваши будущие коллеги. Ребята не просто учатся снимать, они сразу учатся брать интервью, готовить это как материал, выставлять правильно свет и так далее, и так далее. То есть смысл в том, что они, и программа специфика её в том, что те ребята, которые поступают в эту школу креативных индустрий, они изначально проходят все модули, а потом уже определяются, в чём у них всё-таки сформировано предпочтение, что у них лучше получается. И особенность в том, что это, по сути, может быть будущим ремеслом для тех ребят, которые пройдут через эту школу креативных индустрий. Готовые специалисты будут на рынке, да? Ну, сразу готовыми специалистами нет, но то, что у них уже будет достаточно высокий уровень компетенции по очень многим направлениям, и точно сформированы уже профессиональные предпочтения, и появится вот этот вкус к профессиям и интересу к этим направлениям. Поэтому действительно такой очень перспективный проект. Почему, ещё раз подчеркну, выбрали на размещение в учреждении дополнительного образования, чтобы эффективнее использовать ресурсы. И очень важно, что поскольку там есть официальные брендирования, там запланирован ремонт, и готовится сейчас конкурсная документация к приобретению соответствующего оборудования. Ну, а вот этот грант, который порядка 62 миллионов, он тоже федеральный, региональные средства, муниципальные предусмотрены, он как раз направлен на приобретение вот этого современного оборудования, на котором ребята будут учиться тем направлением, которое я озвучила. Это старшие школьники, верно ли? Вообще проект предусмотрен для ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Анна Николаевна, вы упомянули купеческую усадьбу нашу, и ведь она станет частью уникального для нашего города проекта, да, это наш Кремль, и этот уникальный исторический пешеходный маршрут. Лично мне уже не терпится по нему прогуляться. Как пришли вообще к идее создания такого интересного объекта в нашем городе, на каком этапе, наверное, сегодня реализации? Ну, немного истории. Археологические раскопки исследования первые ещё были в 2008 году, где как раз и был подтверждён, и вошёл в реестр культурный слой. Сначала были там остатки дома найдены, потом раскопки были продолжены. Официально, и в отличие от многих городов, мы точно знаем, где был Сургут Сургут и его центр, это вот как раз микрорайон, да, 9-й, 10-й, и в районе мемориала, когда вот осуществлялись раскопки. И появилась идея изначально обозначить это место там, где был Сургутский слой, Сургутский Кремль, где вот этот культурный слой уже официально подтверждён. И изначально тема обсуждалась как именно памятный знак. Но потребность и запросы сургутян, те, кто приезжает в город, нам именно вот такие экскурсионные маршруты для того, чтобы знать историю, объединить все эти как раз знаковые места Сургута, начали обсуждать тему и от памятного знака пришли к необходимости вот такого экскурсионного пешеходного маршрута, который бы стал таким ресурсом изучения истории, краеведения Сургута и для жителей, и для гостей города. И вот это достопримечательное место как раз войдёт и будет составляющей вот этого маршрута. Вы сказали про мемориал славы, и я сразу подумала про 9 мая. Кажется, что ещё долго, а на самом деле осталось всего ничего. Как наш город будет в этом году отмечать День Победы? Ведь тоже наверняка уже подготовка идёт, нам она не видна, а зато очень хорошо видна вам. Что это будет, что это будет за события? Ну и в связке хочу вас уточнить по поводу 1 мая. Несколько лет у нас в городе шествия трудящихся демонстраций не было, был связан с коронавирусом. Что-то поменялось в этом году или воздержимся? Ну тогда по хронологии начну с 1 мая. Что касается 1 мая, буквально на прошлой неделе обсуждали с президиумом профсоюзов, это их всегда инициатива, какой формат, какое предложение, и как этот государственный праздник и честное нечеловека труда провести в городе. И вот после обсуждений предложили в этом году, как вы правильно заметили, после всех коронавирусных лет, организовать такой митинг-концерт для желающих горожан, для тех коллективов, которые решат прийти и выразить таким образом свою солидарность и чествование человека труда. Митинг-концерт будет проходить здесь вот перед филармонией. Практика у нас такая вот на 9 мая была. И поэтому дополнительно еще проанонсируем. И коллективы не только муниципальные, а и ведомственные. Ну, то есть это, как всегда, мы делаем... По подразделениям. Сводный концерт, который позволяет сургутянам насладиться творчеством наших коллективов интересными номерами, связанными именно с воспоминаниями о этом первомайском празднике. Но надеемся, что погода нас не подведет для того, чтобы вот этот уличный митинг-концерт порадовал действительно сургутян, гостей города. Поэтому планируется именно вот в виде такого митинг-концерта. Мы действительно уже к нему готовимся, поскольку вот после обсуждения с профсоюзными лидерами выбрали именно вот такую форму. Что касается 9 мая, ну, просто святой праздник для каждого россиянина, для каждого из нас. И уже не первый год подготовка к этому празднику, она идёт в течение года. И не останавливается там, а потом приурочена там поближе к событиям. Поэтому и координационный совет, который возглавляет глава города, и план мероприятий, проект с предложениями градообразующих предприятий, и инициатив общественных организаций, сургутян, он уже сформирован. Буквально планируется на следующей неделе заседание этого координационного совета. То есть концепция сформирована. И, конечно, ключевые мероприятия, они останутся неизменными, которые для нас являются символом 9 мая, это Дня Победы. И это и митинг на Мемориале Славы с возложением, с парадом, как и наших силовых структур, так и ребят из военно-патриотических объединений. Ну и, конечно, ряд, ну, наш бессмертный полк, который в прошлом году грандиозное число, более 65 тысяч сургутян поучаствовали вот в этом шествии. Будет много сюрпризов, сейчас все не буду раскрывать. Вот после утверждения уже на координационном совете будут и приглашенные гости, и есть ряд инициатив и проектов, связанных с новыми форматами работы с детьми и молодежью в эти дни. И поэтому еще отдельно обязательно поделимся, разместим этот план, ну, так, чтобы уже сургутяне знали. Ну и традиционно завершается таким многогранным и сборным концертом для сургутяны, тоже площадкой проведения планируем сделать филармонию. Но кроме этого будут практически все учреждения культуры, спорта, образования особым образом готовятся, равно как и все городообразующие предприятия, поскольку действительно это такой особый для нас, для всех праздник. Два часа.